Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Давно просили рубрику «Ответы на вопросов». То есть, сейчас у нас канал растет, появляется большое количество вопросов. Соответственно, у меня хорошая новость связана с тем, что мы запускаем данную рубрику, что можете задавать ваши вопросы в комментарии. В этом случае вам стоит подписаться на канал, чтобы получать уведомления о новых видео. Особенно будут актуальны ответы на вопросы, потому что большинство людей только-только начинают свои шаги в инвестировании, и поэтому у них возникает ряд вопросов. Вопросы будут касаться как фундаментальных, что называется вечно зеленых тем, так и вопросы, которые будут касаться текущей ситуации. Поэтому здесь мы будем калибровать, выбирать, что на мой взгляд является наиболее интересным, и я буду делиться своими мнениями. Здесь нужно понимать, что это ни в коем случае не будет какой-то индивидуальной инвестиционной рекомендации, то есть я буду высказывать свои точки зрения по поводу определенных вопросов, и что поможет вам совершить меньше ошибок в вопросах инвестирования, совершать более эффективные действия. И в отдельных историях, в зависимости от ситуации я, может, буду даже делиться какими-то интересными идеями, как на российском, так и на глобальном рынке. Итак, первое видео я хотел бы посвятить тому, что много у нас возникает вопросов по поводу инфляции. Поступил такой вопрос, вероятно ли гиперинфляция в России в перспективе развития кризиса, и каковы есть предпосылки к ней? То есть мы говорим о предпосылках инфляции в России непосредственно. Что здесь нужно понимать? Нужно понимать, что в России инфляция зависит от двух типов факторов. То есть первый тип факторов это тот, который применим в принципе во всем мире. Второй тип факторов это то, что свойственно исключительно для России, свойственно в связи с тем, что у нас экономика преимущественно сырьевая, то есть нам очень хорошо, когда цены на сырьевые товары находятся на высоких значениях, и нам не очень хорошо и даже плохо, когда цены на сырьевые товары снижаются, потому что это напрямую влияет на валютный курс, это напрямую влияет на стоимость импортируемых товаров в Россию, и соответственно инфляция от этого растет. Соответственно, если отвечать на вопрос, вероятно ли гиперинфляция в России, то давайте сначала, во-первых, разберемся в понятии, что такое гиперинфляция. Гиперинфляция это когда инфляция растет очень сильными галлопирующими темпами, остановить ее не представляется возможным. Мы наблюдали гиперинфляцию в 90-х годах, когда рубль стал свободно конвертируемый, и инфляция росла на десятки, сотни процентов. Поэтому, когда мы говорим о гиперинфляции, я бы сейчас не стал говорить о том, что мы можем наблюдать какую-то гиперинфляцию, трехзначные цифры инфляции, но есть определенные риски, о которых сейчас имеет смысл упомянуть. Итак, давайте, прежде чем ответить на вопрос, посмотрим в историю, что в России приводило к высоким цифрам инфляции. То есть, первое, это, если посмотреть в нулевые года, что происходило в России с инфляцией, которая составляла двузначные темпы, порядка от 15 до 20 процентов, то в этом случае влияли основные факторы, основные фундаментальные факторы, которые влияют на инфляцию. Что есть инфляция? Инфляция, это и есть рост индекса потребительских цен. То есть, если потребительские цены на товары и услуги растут, то причиной роста цен, фундаментальной причиной роста цен является высокая покупательская активность населения. И здесь, соответственно, нужно понимать, что зависит от покупательской способности населения. Это, в первую очередь, располагаемый доход. То есть, сколько у людей остается денег после того, как они получили заработную плату, сделали необходимые платежи за коммуналку, на еду, по кредитам, если они арендуют недвижимость. И, соответственно, есть некая оставшаяся сумма. Вот эта вот оставшаяся сумма и есть, так называемый, располагаемый доход. То есть, если располагаемые доходы у населения растут, вот это вот дельта, то в этом случае мы начинаем наблюдать инфляцию. Как мы наблюдали в нулевых годах, почему росли располагаемые доходы. То есть, количество денег, которые человек может потратить на потребление. Потому что, когда у человека много денег, которые он может потратить на потребление, он, соответственно, активно потребляет, а поставщики товаров и услуг не могут в моменте удовлетворить этот спрос. Получается, спрос большой, количество предложений ограничено, цены на товар начинают расти. Так вот, в России были два фактора, которые влияли на рост располагаемых доходов населения. Во-первых, это то, что российская экономика, как я уже упомянул, является сырьевая. Что основное, что продает Россия, это, соответственно, товары с низким переделом. То есть, мы продаем сырье. Мы внутри страны практически не создаем потребительскую стоимость, потребительскую ценность. У нас нет какого-то высокотехнологичного производства. Мы продаем нефть необработанную или обработанную в очень низком сегменте передела. То есть, что это значит? Это значит, что мы продаем нефть. Мы можем нефть, соответственно, расчленить на компоненты, на составляющие, бензины, там, я не знаю, мазуты. Ну, то есть, по сути, провести некую такую дистилляцию. То есть, разбить эту нефть на фракции. То есть, высоколетучие фракции, низколетучие фракции и дальше производить. У нас достаточно слабо развита химическая промышленность. Куда в дальнейшем, получается, идет и где дальше в дальнейшем используется вот это. Ну, то есть, само нефть как ресурс. То есть, мы продаем продукты с низким переделом. То есть, мы внутри не обрабатываем. То есть, мы внутри России не создаем прибавочную стоимость производимых сырья. Если говорить, допустим, про металлы, будь то цветные металлы, будь то черные металлы. То есть, опять-таки, это тоже низкий передел. То есть, мы можем взять, откопать руду. Мы можем эту руду, соответственно, привести на металлообрабатывающий, ну, металлургический завод. Заложить этот концентрат металлический в доменную печь. Прожечь его вместе с коксующимся углем, что тоже является сырьем. Получить выплавку металла, чушки, какой-то прокат, динамная сталь, машинная сталь. Может быть, сделать трубы, арматуру. И, соответственно, тоже это непосредственно экспортировать. То есть, дальше обработка не идет. То есть, создавать собственные машины, да, то есть, трансформировать там металлические чушки в товар высокого передела. Мы, соответственно, ну, то есть, у нас экономика этого еще не научилась. И получается, чтобы потребителю купить товар с высокого передела, да, то есть, чтобы не покупать чурки с алюминия, а купить, допустим, iMac, да, в котором там корпус состоит из алюминия, то в этом случае, получается, мы закупаем эту продукцию высокого передела в том же самом Китае, или в Европе, или в Америке. То есть, где идет более высокая прибавочная стоимость товара. Так вот, к чему я это говорю? Я это говорю к тому, что мы были сырьевой экономикой. Соответственно, основной товар, который мы производили, экспортировали, это, соответственно, были сырьевые товары. У нас цены на нефть с 98 года выросли там в 7 раз, да, с 14-20 долларов за баррель до 140 долларов за баррель. Я говорю сейчас про 2008 год. У нас росли цены на медь, у нас росли цены на металл, на палладий, что производила непосредственно Россия. И в этом случае, получается, мы получали так называемую сырьевую ренту. Государство получало сырьевую ренту. От этого зарабатывало в основном 2 направления. То есть, во-первых, зарабатывало государство больше за счет того, что поступало больше налогов, потому что мы в рублях очень хорошо зарабатывали. Второе, соответственно, экспортно-ориентированные компании тоже от этого хорошо зарабатывали. Здесь прослеживается некая такая линейка, да. То есть, сырьевая компания зарабатывает, у нее растет чистая прибыль, они разведывают новые месторождения, добывают больше сырья, больше его продают. От этого, соответственно, увеличивается фонд оплаты труда. Но мы привыкли в нулевых годах, что через вот эту сырьевую ренту мы видели, что у нас доходы росли, реальные доходы росли на 15-20% в год. А располагаемые доходы еще больше увеличивались, потому что курс рубля был достаточно стабильным. И в этом случае то, про что я говорил в начале, вот эта вот дельта, которая у человека оставалась после основных платежей, которые он производил, она становилась все больше и больше. И, соответственно, у нас было активное рост потребления, мы активно импортировали товары, мы импортировали автомобили, бытовую технику. И, соответственно, здесь возник значительный спрос, который приводил к тому, что цены на товары росли. Вторым фактором, дополнительно влияющим на увеличение покупательской активности, потребительской активности, было то, что начиная с 2003-2004 года банки начали активно заниматься кредитованием. То есть у нас появились кредиты на товары, у нас появились автокредиты, у нас с 2007 года активно начала развиваться ипотека, ипотечное кредитование. То есть у людей и так количество денег, которые у них остаются после выплаты обязательных платежей увеличилось. А еще сверху всего этого наложилось то, что человеку говорили, слушай, ну зачем тебе покупать этот товар сразу, смотри, там инфляция 15-20%, возьми кредит, ты можешь в кредит купить более дорогой автомобиль, ты можешь купить в ипотеку квартиру, ты можешь купить телефон, телевизор, бытовую технику, сделать ремонт у себя в квартире за кредитные деньги. Соответственно дополнительно получается вот фактором, который приводил к росту цен, было активное кредитование со стороны банков. И сейчас там с 2008-2009 года, даже больше наверное с 2009 года, эта тенденция очень хорошо прослеживается. Фактор влияющий на рост инфляции, основной это соответственно рост потребительской активности, рост располагаемых доходов. И когда мне задают вопрос, а возможно ли у нас гиперинфляция в стране, в свете развивающегося кризиса, то первое, на что я обращаю внимание, первое, на что я буду смотреть, я буду смотреть на статистику, что происходит с располагаемыми доходами населения. И мы видели допустим в 2009 году, когда у нас впервые с 2009 года Центральный банк начал активно снижать процентную ставку, которая зависит в первую очередь от инфляции, мы увидели, как Центральный банк снижал процентную ставку в 2009-2010 годах до 2014 года. Почему это было? Потому что у нас замедлилась инфляция, инфляция замедлилась по двум составляющим. Цены на сырьевые товары упали, соответственно государство перестало повышать зарплату бюджетникам, перестало повышать пенсии темпами выше, чем инфляция. То есть уменьшило располагаемый доход у людей, у абсолютного большинства людей уменьшился. Второе. В этот же период произошел мировой финансовый кризис, который в принципе начался и продолжается, то есть до сих пор не разрешился в банковской сфере. То есть иностранные банки закрыли лимиты на российские банки и перестали им предоставлять ликвидность. То есть у банков не стало денег, которые они могли бы взять для того, чтобы взять за рубежом дешево в долларах, защитить себе валютные риски через форвардные контракты. на валюту и выдать эти деньги соответственно физическим лицам или предприятиям российским. И когда это все произошло, у нас автоматически сжалось потребление. Сжатие потребления привело к тому, что у нас началась замедляться инфляция. Замедление инфляции позволило банку, Центральному банку России снизить процентные ставки. В 2014 году тоже было показательно. То есть опять-таки, когда мы видели, что в 2014 году у нас доллар начал резко расти, Центральный банк резко повысил процентную ставку, потому что здесь опять-таки он сделал некие опережающие действия для того, чтобы не разогналась инфляция, которая уже зависит от курса валют. Мы сейчас к этому еще вернемся. Поэтому, что у нас сейчас происходит с вот этими двумя вещами, которые могут повлиять фундаментально на инфляцию. Рост потребительской активности и рост кредитования. То есть сейчас причин для роста располагаемых доходов населения нет. Наоборот, мы можем говорить о том, что у нас есть причины для снижения располагаемых доходов. У нас есть ситуация с коронакризисом, у нас есть ситуация с остановкой малого-среднего бизнеса, то есть поддерживают только крупные компании. Доходы не растут. Располагаемые доходы с 2014 года у нас снижаются. И, соответственно, если мы говорим, а растет ли располагаемый доход у населения – нет, он не растет. Поэтому причин разгона инфляции из-за того, что растет располагаемый доход в настоящий момент нет. Второй фактор – кредитование. То есть насколько у нас сейчас активное кредитование, какова позиция банков в плане кредитования и что происходит сейчас. Лимиты как были закрыты, так и закрыты. То есть банкам сейчас получить фондирование за рубежом достаточно сложно. Второй фактор – это то, что у нас размер кредитования. То есть насколько сейчас закредитовано население – это совершенно другие цифры в процентном соотношении по сравнению с тем, что это было в нулевых годах. В нулевых годах это был эффект базы. То есть те, кто брал кредит, было мало. Кредитной нагрузки на заемщиков практически не было. Сейчас нагрузка очень высокая. Есть в том числе микрокредиты. И получается из-за того, что нагрузка сейчас очень высокая, а ситуация в экономике нестабильная, то есть в любой момент человек может лишиться работы. Банки соответственно свою стратегию поменяли. То есть они сейчас кредитуют только государственных служащих, бюджетников. Все, что связано с реальным сектором экономики, банки практически отказывают в кредитовании. Высокая долговая нагрузка, нестабильность. Люди не верят в завтрашний день. Люди предпочитают накапливать, нежели тратить. И поэтому получается, что банки сместили с фокуса своего внимания. То есть кредитный портфель наращивается не за счет того, что выдают кредиты новым людям, потому что у нас большое покрытие уже кредитными продуктами населения. А они смещают, то есть они смещают фокус внимания в плоскость надежных заемщиков. Надежные заемщики брать кредиты не хотят даже по привлекательным процентным ставкам. Ненадежные заемщики в принципе готовы брать кредиты, но опять-таки они берут кредиты преимущественно, чтобы расплатиться с предыдущими кредитами. И здесь возникают высокие риски, банки им отказывают. То есть банки нарастить кредитный портфель не могут. Кто может взять этот кредит, он не берет, потому что ему это не нужно, он не верит в завтрашний день. Кто хочет взять кредит, он его не получает, потому что банки не дают здесь очень высокие риски. Поэтому, когда мы говорим о факторе роста кредитного потребления, что банки будут активно выдавать кредиты, это тоже соответственно не рассматривается. И поэтому в этом случае, когда мы смотрим на фундаментальные факторы роста инфляции, говорить о том, что можно ждать галлопирующую инфляцию, я бы сейчас не стал. Другой вопрос, есть еще факторы, которые зависят от российской экономики, как сырьевой, о которых я говорил. И это в первую очередь валютный курс. То есть если у нас начинает увеличиваться стоимость доллара, то в этом случае товары потребительские, то есть импортная составляющая в товарах, которые мы потребляем, она очень высокая. То есть если посмотреть вещи, которые нас окружают, очень мало вещей, которые производятся на территории России. По большому счету они все импортируются. Мы работаем на импортных компьютерах, мы разговариваем на импортных телефонов, у нас висят там светодиодные лампочки, преимущественно там или просто лампочки, изобретенные не на территории России, у нас там постельное белье. Ну то есть абсолютно все вещи, которые нас окружают, они импортируются. Вплоть до продуктов питания. То есть у нас может быть собственное молоко, но оборудование иностранное, расходные материалы иностранные. Мы можем там есть хлеб, считать, что он производится в России, но опять-таки он сделан на иностранном оборудовании, на иностранных дрожжах, то есть на каких-то иностранных составляющих. Поэтому получается, когда курс доллара начинает расти, а растет он из-за того, что государству нужно увеличивать рублевые доходы или хотя бы сохранять их на том же самом уровне при падающих ценах на сырьевые товары, то соответственно здесь у нас возникает так называемые инфляционные ожидания. То есть цены на товары начинают расти не потому, что у людей вдруг выросла потребительская активность, а потому что люди понимают, что как только доллар преодолеет психологический уровень 85 рублей за доллар, то в этом случае люди будут понимать, что сейчас при курсе условно 75-80 рублей, если я айфон, который стоит 1000 долларов, куплю за 75-80 тысяч, если курс доллара будет стоить 100 или не дай бог 120, то тот же самый айфон я буду уже покупать за 100-120 тысяч. И человек идет в магазин и начинает покупать этот товар просто потому, что у него растут инфляционные ожидания. А количество айфонов в магазине на складе становится меньше, и кто продает эти айфоны начинает повышать на это цены. То есть народ сам толкает инфляцию вверх, но не по причине роста покупательской активности, а по причине того, чтобы защитить свои денежные средства от возможной девальвации рубля. То есть мы все помним 2014 год, когда людей, у которых не было денег, шли в магазин за гречкой, за солью, у кого были деньги, они выстраивались в МВиде, покупали кучу холодильников или какой-то бытовой техники, у кого было еще больше денег, покупали недвижимость. То есть это так называемые инфляционные ожидания. И вот то, что сейчас может сказаться на инфляции, это как раз таки рост вот таких вот инфляционных ожиданий, что доллар вырастет в цене, что цены на импортные товары, импортная составляющая увеличится и цены на товары вырастут. И вот эти вот риски, они действительно присутствуют. Но здесь нужно понимать, что у нас есть очень много инструментов влияния на валютный курс, как и политикой центрального банка, политикой государства, покупка Минфином валюты непосредственно в резервный фонд, некие такие убедительные просьбы компаниям-экспортерам, чтобы они продавали валютную выручку. То есть даже девальвация, если будет, она будет плавная. Девальвация рубля и, соответственно, инфляция, она не будет какими-то скачками быстрыми такими расти, а это может быть постепенный рост. Вот. И эти риски, они действительно присутствуют. Это инфляционные риски. Помимо всего прочего, у нас присутствуют инфляционные риски во всем мире. Но это уже отдельная тема, касающаяся того, что мировые центральные банки, мировые правительства очень много заимствуют программы поддержки. Центральные банки печатают необеспеченные доллары, предоставляют ликвидность. И здесь можно говорить о инфляционных ожиданиях глобальных, то есть во всем непосредственном мире. И это, соответственно, тоже на нас будет отражаться. Но если говорить именно о сути вопроса про гиперинфляцию, я не жду гиперинфляцию. И поэтому, если говорить о моем прогнозе по инфляции, по мере роста курса доллара, который, опять-таки, от очень многих факторов зависит, можно говорить о том, что инфляция будет находиться где-то в диапазоне от 5% до 8-10%. То есть в любом случае это будет постепенно и это будет плавно. Надеюсь, понравилось видео. Вот такие вот мысли хотелось изложить, поделиться. Если понравилось видео, то подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Оставляйте вопросы свои в комментариях под данным видео. Будут интересные вопросы. Нам нужно наполнять рублику. Ждем интересные вопросы, чтобы было о чем с вами поговорить дистанционно. Рассказать, поделиться своим собственным мнением. На связи был Максим Петров. До свидания, удачи и всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»